Чем хороши отруби? Калорийность очень низкая. Клетчатка грубая, она не переваривается, не всасывается, работает в кишечнике как щетка, то есть кишечник чистен. Плюс к тому отруби, вот эта грубая клетчатка, это очень хорошая основа для роста нашей кишечной флоры, нормальной флоры. Тематические лекции школы здоровья продолжаются. Сколько употреблять клетчатки, белков, жиров и углеводов в зрелом возрасте? Что есть на завтрак? Как влияют различные продукты на пищеварение? Рассказала врач высшей категории, заведующая центром здоровья Щелковской больницы Татьяна Колосова. Безопаснее и рациональнее все-таки использовать малькубарскую рыбу, потому что речная, продавая, довольно часто заражена всякими возбудителями, она требует очень хорошей термической обработки. А вот морская рыба, она паразитами практически не заражена. Лекции школы здоровья вызывают большой интерес у слушателей. В программе разнообразные темы, связанные с сохранением и укреплением здоровья, профилактикой заболеваний и поддержанием активного образа жизни. На каждое занятие подготавливаются методические рекомендации и памятки по теме лекции. Наши слушатели, в основном это посетители программы «Активное долголетие Подмосковья». Это организованные группы, это активные граждане. Меня всегда удивляет, что в таком количестве, и радует, конечно, что они в таком количестве приходят на наши занятия, но значит это им интересно, для них актуально. Татьяна Колосова продолжает активно работать над развитием школы здоровья и привлечением новой аудитории, а также расширением тематик лекций, исходя из запросов слушателей. Татьяна Петровна Колосова, замечательный врач, грамотный, с хорошим пониманием и человеческого организма, и то, как воздействуют на нас препараты. Лекции проходят на базе учреждений в разных уголках округа и в соседних муниципалитетах, в этот раз в досуговом центре «Ретро» во Фрязино. Следующая лекция «Школа здоровья» пройдет 14 декабря в Совете ветеранов микрорайона Чкаловский. Актуальное расписание полезных и бесплатных занятий всегда можно найти на сайте и в социальных сетях в Щелковской больнице.